Это вам недобренький Сталин, людоедская депортация по-европейски. Наш рассказ будет о депортации по окончанию Второй мировой войны немцев из стран Восточной Европы. Хотя это была самая массовая депортация XX века, о ней по непонятным причинам в Европе не принято говорить. Карта Европы краилась и перекраивалась многократно. Проводя новые линии границ, политики менее всего думали о людях, живших на этих землях. После Первой мировой войны у поверженной Германии странами-победительницами были отторгнуты значительные территории, естественно, вместе с населением. Два миллиона немцев оказались в Польше, три миллиона в Чехословакии. Всего в Негермании оказались более семи миллионов ее бывших граждан. Многие европейские политики, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, президент США Вильсон, предупреждали, что такой передел мира несет в себе угрозу новой войны. Они были более чем правы. Притеснения немцев, действительные и мнимые, в Чехословакии и Польше стали прекрасным поводом к развязыванию Второй мировой бойни. К 1940 году в состав Германии вошли населенные преимущественно немцами Судетская область Чехословакии и Польская часть Западной Пруссии с центром в городе Гданьск. После войны оккупированные Германией территории с компактно проживающим на них немецким населением были возвращены прежним владельцам. Решением Поздамской конференции Польши были дополнительно переданы немецкие земли, на которых проживало еще 2,3 миллиона немцев. Не прошло и 100 лет, как эти 4 с лишним миллиона польских немцев бесследно растворились. По данным переписи 2002 года из 38,5 миллионов польских граждан немцами себя назвали 152 тысячи. В Чехословакии до 1937 года проживали 3,3 миллиона немцев. В 2011 году их было в Чехии 52 тысячи. Куда же подевались эти миллионы немцев? Проживавшие на территории Чехословакии и Польши немцы отнюдь не были невинными овечками. Девушки встречали солдат вермахта цветами, мужчины выбрасывали руки в нацистском приветствии и кричали «Хайль!». Во время оккупации Фольксдойче были опорой немецкой администрации, занимали высокие посты в органах местного самоуправления, принимали участие в карательных акциях, жили в домах и квартирах, конфискованных у евреев. Неудивительно, что местное население их ненавидело. Правительства освобожденных Польши и Чехословакии обоснованно видели в немецком населении угрозу будущей стабильности своим государствам. Решением проблемы в их понимании было изгнание из страны чужеродных элементов. Однако для массовой депортации требовалось одобрение великих держав. И такое было получено. В заключительном протоколе Берлинской конференции трех великих держав, то есть постдамское соглашение, 12-й пункт предусматривал будущую депортацию немецкого населения из Чехословакии, Польши и Венгрии в Германию. Документ подписали председатель Совета народных комиссаров СССР Сталин, президент США Труман и премьер-министр Великобритании Этли. Отмашка была дана. Чехословакия. Немцы были вторым по численности народом в Чехословакии. Их было больше, чем словаков. Каждый четвертый житель Чехословакии был немцем. Большая часть их проживала в судетах и в пограничных с Австрией районах, где они составляли более 90% населения. Мстить немцам чехи начали сразу после победы. Немцы должны были, первое, регулярно отмечаться в полиции. Они не имели право самовольно сменить место жительства. Второе. Носить повязку с буквой Н, то есть немец. Третье. Посещать магазины только в установленное для них время. Четвертое. У них конфисковались движущие средства – автомобили, мотоциклы, велосипеды. Пятое. Им было запрещено пользование общественным транспортом. Шестое. Запрещено иметь радио и телефоны. Это не полный список. Из упомянуть еще два пункта. Немцам запретили говорить в публичных местах по-немецки и ходить по тротуарам. Прочитайте эти пункты еще раз. Трудно поверить, что эти правила вводились в европейской стране. Порядки и ограничения в отношении немцев вводились местными властями и можно было бы рассматривать их как перегибы на местах, списать на глупость отдельных ретивых чиновников, но они были лишь англоском настроении, царивших на самом верху. В течение 1945 года чехословацкое правительство, возглавляемое Эдвардом Бенешем, приняло шесть декретов в отношении чешских немцев, лишив их сельскохозяйственных угодий, гражданства и всей собственности. Вместе с немцами под каток репрессий попали венгры, также отнесенные к категории врагов чешского и словацкого народов. Еще раз напомним, что репрессии проводились по национальному признаку в отношении всех немцев. Немец значит виновен. Простым ущемлением немцев в правах не обошлось. По стране прокатилась волна погромов и бессудных расправ. Вот только самые известные. Брюнский марш смерти. 29 мая Земский национальный комитет город Брюн принял постановление о выселении проживающих в городе немцев, женщин, детей и мужчин возрастом до 16 и старше 60 лет. Это не опечатка. Трудоспособные мужчины должны были остаться для ликвидации последствий военных действий. То есть как дармовая репсила. Выселяемые имели право взять с собой только то, что могут унести в руках. Депортируемых около 20 тысяч гнали в сторону австрийской границы. У села Погоржелица был организован лагерь, где был проведен таможенный досмотр. То есть депортируемых напоследок еще и ограбили. Люди гибли в пути, умирали в лагере. Сегодня немцы говорят о 8 тысячах погибших. Чешская сторона, не отрицая самого факта Брюнского марша смерти, называет цифру в 1690 жертв. Пршеровский расстрел. В ночь с 18 на 19 июня в городе Пршеров подразделением чехословацкой контрразведки был остановлен поезд с немецкими беженцами. 265 человек, 71 мужчина, 120 женщин и 74 ребенка были расстреляны. Имущество их разграблено. Командовавший акцией лейтенант Пазур впоследствии был арестован и осужден. Устицкая резня. В городе Усти над Лабой 31 июля произошел взрыв на одном из военных складов. Погибли 27 человек. По городу пронесся слух, что акция дело рук Вервольфа, немецкого подполья. В городе началась охота на немцев, благо найти их было несложно, по обязательной повязке с буквой Н. Схваченных избивали, убивали, сбрасывали с моста в Лабу, добивая в воде выстрелами. Официально сообщалось о 43 жертвах. Сегодня чехи говорят о 80 ста. Немцы настаивают на 220. Представители союзников высказали недовольство по поводу эскалации насилия в отношении немецкого населения. И в августе правительство занялось организацией депортации. 16 августа было достигнуто решение о выселении с территории Чехословакии оставшихся немцев. В Министерстве внутренних дел был организован специальный отдел по переселению. Страна была поделена на районы, в каждом из которых был определен ответственный за депортацию. Во всей стране формировали маршевые колонны из немцев. На сборы давали от нескольких часов до нескольких минут. Сотни, тысячи людей, сопровождаемые вооруженным конвоем, шли по дорогам, катя перед собой тележку с пожитками. В декабре 1947 года из страны были изгнаны 2 миллиона 170 тысяч человек. Окончательно в Чехословакии немецкий вопрос был закрыт в 1950 году. По различным данным, точных цифр нет, были депортированы от 2,5 до 3 миллионов человек. Страна избавилась от немецкого меньшинства. Польша. К концу войны на территории Польши проживали свыше 4 миллионов немцев. Большая их часть проживала на территориях, переданных Польше в 1945 году, бывших ранее частями немецких областей Саксония, Померания, Бранденбург, Силезия, Западная и Восточная Пруссия. Как и чешские немцы, польские превратились в абсолютно бесправных лиц без гражданства, абсолютно беззащитных перед любым произволом. Составленная польским министерством общественной администрации, памятная записка о правовом положении немцев на территории Польши предусматривала обязательное ношение немцами отличительных повязок, ограничение свободы передвижения, введение специальных удостоверений личности. 2 мая 1945 года премьер-министр временного правительства Польши Болеслав Берут подписал указ, согласно которому вся брошенная немцами собственность автоматически переходила в руки польского государства. Во вновь приобретенные земли потянулись польские переселенцы. Всю немецкую собственность они рассматривали как брошенную и занимали немецкие дома и хутора, выселяя хозяев конюшни, свинарники, насиновалы и чердаки. Несогласным быстро напоминали, что они помежденные и не имеют никаких прав. Политика выдавливания немецкого населения давала свои плоды. На запад потянулись колонны беженцев. Немецкое население постепенно замещалось польским. 5 июля 1945 года СССР передал Польше город Штеттен, где проживали 84 тысячи немцев и 3,5 тысячи поляков. К концу 1946 года в городе жили 100 тысяч поляков и 17 тысяч немцев. 13 сентября 1946 года был подписан декрет об отделении лиц немецкой национальности от польского народа. Если ранее немцев выдавливали из Польши, создавая им невыносимые условия жизни, то теперь очистка территории от нежелательных элементов стала государственной программой. Однако масштабная депортация немецкого населения из Польши постоянно откладывалась. Дело в том, что еще летом 1945 года для взрослого немецкого населения начали создавать трудовые лагеря. Интернированные использовались на принудительных работах и Польша долгое время не желала отказываться от дармовой рабочей силы. По воспоминаниям бывших заключенных, условия содержания в этих лагерях были ужасными, процент смертности очень высок. Только в 1949 году Польша решила избавиться от своих немцев, и к началу 50-х вопрос был решен. Венгрия и Югославия. Венгрия во Второй мировой войне была союзницей Германии. Быть немцем в Венгрии было очень выгодно, и все, кто имели на это основание, меняли свою фамилию на немецкую, указывая в анкетах родным языком немецкий. Все эти люди попали под принятый в декабре 1945 указ о депортации изменников народа. Их имущество полностью конфисковалось. По разным оценкам было депортировано от 500 до 600 тысяч человек. Изгоняли этнических немцев из Югославии и Румынии. Всего, по данным Немецкой общественной организации «Союз изгнанных», объединяющих всех депортированных и их потомков, после окончания войны из своих домов, были выгнаны, изгнаны от 12 до 14 миллионов немцев. Но даже для тех, кто добрался до Фатерланда, кошмар не кончался с пересечением границы. В Германии. Депортированные из стран Восточной Европы немцы были распределены по всем земным страны. Мало в каком регионе доля репатриантов была менее 20% от численности всего местного населения. В некоторых она достигала 45%. Сегодня попасть в Германию и получить там статус беженца – для многих заветная мечта. Беженец получает пособие и крышу над головой. В конце 40-х 20 века все было не так. Страна была разорена и разрушена. Города лежали в развалинах. В стране не было работы, негде было жить, не было лекарств и нечего было есть. Кто были эти беженцы? Здоровые мужчины погибли на фронтах. А те, кому повезло уцелеть, находились в лагерях военнопленных. Пришли женщины, старики, дети, инвалиды. Все они оказались предоставлены сами себе и каждый выживал как мог. Многие, не видя для себя перспектив, кончали жизнь самоубийством. Те, кто смог выжить, запомнили этот ужас навсегда. По данным председателя Союза изгнанных Эрики Штайнбах, депортация немецкого населения из стран Восточной Европы обошлась германскому народу в 2 миллиона жизней. Это была самая масштабная и самая страшная депортация 20 века. Однако в самой Германии официальные власти о ней предпочитают не вспоминать. В перечне депортированных народов – крымские татары, народы Кавказа и Прибалтики, поволжские немцы. Однако о трагедии более 10 миллионов немцев, депортированных после Второй мировой войны, молчат. Неоднократные попытки Союза изгнанных создать музей и памятник жертвам депортации постоянно наталкиваются на противодействие властей. Что же касается Польши и Чехии, то эти страны до сих пор свои действия незаконными не считают и не собираются приносить какие-либо извинения и каяться. Европейская депортация преступлением не считается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...